Коллеги, всем добрый день. Начинаем нашу предсезонную пресс-конференцию. С вами сегодня пообщается генеральный директор хоккейного клуба «Саутилайф» Ренат Рашидович Баширов и главный тренер команды Виктор Николаевич Козлов. Коллеги, наверное, начнем сразу с вопросов, немножко о регламенте нашей пресс-конференции. Один вопрос в зале, один спикер в зале, один спикер в зуме. Максимум подряд один спикер может задавать два вопроса, чтобы всем хватило времени. Спасибо за понимание. Азамат Шалуков начинает уфа1.ru Приветствую всех спикеров, всех участников, всех слушателей. Очень жаль, что именно с этой темы приходится начинать. Мы все оскорбим о Родионе, но мы не можем не коснуться этого. Первый вопрос, Ренат Рашидович, скажите, пожалуйста, есть ли какие-то варианты по тому, чтобы увековечить память об Амирове, быть может турнир, сетка под сводами арены, какой-нибудь благотворительный фонд? Да, безусловно. Пока мы конкретно об этом не задумывались, о комплексе таких мероприятий, уже принято решение, что молодежный турнир, который в конце августа проходит, будет называться Кубок Родиона Амирова. И, безусловно, предложение, которое бы сказал капитан команды Григорий Панин о выводе номера 27 Родиона Амирова из обращения, он, конечно, принимается. Я думаю, мы это приведем 11 сентября на первом матче. Вот, сделаем это максимально лаконично. И я думаю, что это найдет понимание у наших болельщиков. Тем более, мы обращали внимание, что такое предложение часто звучало в комментариях. Ну, что-то еще мы, конечно, будем делать. Пока, честно говоря, чуть позже, наверное, какие-то дополнительные что-то еще будем делать. Виктор Николаевич, как следует работать с командой, с психологией команды после того, как ушел Родион? Для многих это удар, в команде были его друзья. Сейчас будет очень много плакатов в его честь, постов. Нельзя ведь все-таки допустить, чтобы это повлияло на концентрацию и ударило по психологии игроков? Спасибо. Я не думаю, что это ударит на психологию игроков. Это, наоборот, будет подстегивать и мотивировать, потому что они будут играть не только за себя, но и за Родиона. В принципе, последние пару лет мы играем за Родиона. Вот это вот у нас то, что было здесь, сердечко на нашем сердце, это мы играли за Родиона. И то, какая у него была сила воли, как он боролся в то же самое время, он поддерживал ребят, он постоянно был на связи ребят и с ребятами. И то есть это такая вещь, которая, наоборот, должна мотивировать хоккеистов, которые когда-нибудь должны выходить на лед. Коллеги из зала, спасибо. К коллегам зума обратимся, включайте звук, задавайте ваши вопросы, представляйтесь. Коллеги из онлайн-конференции, есть ли у вас вопросы? Если вопросов пока нет, тогда коллеги в зале, Владимир Бакулин, КХЛ, пожалуйста. Редак Рашидович, добрый день. Поговорим о целях и задачах команды на предстоящий сезон. Поставлена ли конкретная цель перед Сулаутом Юлаевым? Ну, как и все команды, мы хотим выиграть Куба Гагарина. Для этого играем, для этого и в том году мы начали построение команды. Конкретная задача выиграть Куба Гагарина, исходя и какие-то потом решения принимать, такой задачи нет. Чтобы не напрягать ситуацию, мы понимаем и сложившиеся обстоятельства, и команда, которая у нас сформирована. Эта команда способна выиграть Куба Гагарина. Но если этого не случится, мы, конечно, не будем какие-то делать ворк-выбеты. Главное, чтобы команда полностью отдавалась игре, выигрывала, радовала болельщиков. Я думаю, что примеры других команд, которые в том году не прошли финальную часть чемпионата, то оставили себе приятное впечатление, да, то именно приятное впечатление у болельщиков. Но вот такая позиция, я не раз о ней говорил. Если наши болельщики будут довольны нашей командой, да, и я думаю, они способны будут простить какую-то ошибку или какое-то обстоятельство, которое помешает в Вадьку Багагарина. Они должны видеть, что мы играем с чистым сердцем, полностью отдаемся. И мы учли ошибки, которые у нас были в том году. Надеемся, что мы пройдем намного дальше, чем в том году. Спасибо. И второй вопрос. Виктор Николаевич, по Кулемину, по Лалыкину, будут ли они готовы к старту сезона? Данил Лалыкин, да, он приступил к тренировкам. Сегодня первый день катался с командой. И Николай Кулемин еще не тренировался с командой. То есть, исходя из этого, будем сейчас смотреть, как быстро идет восстановление, да, у Лалыкина, как он может переваривать нагрузки, да, как рука выдержит борьбу, как он будет бросать. И из этого будем принимать решение. Ну и продолжение темы Кулемина. Сколько примерно по времени вот его реабилитации? На определенных сроках я пока вам не могу сказать. Спасибо. Коллеги в Зуме, еще раз к вам обращаемся. Там подсказывают, что пока вопросов нет. Алексей Горенов, пожалуйста. Добрый день. Леонид Рашидович, ну, закрыта только пока одна легионерская вакансия. И те игроки, о которых, ну, были разговоры, никого пока не удалось подписать. Почему Словат вот срывается с Тремовым, там еще какие-то имена? И все-таки будет ли закрытая вакансия или Словат идет сезон все-таки с одним легионером? Мы когда формировали команду, мы понимали, где нам нужно усилиться. И запланированные позиции мы усилили теми российскими игроками, о которых и говорили с тренерским штабом. Здесь мы полностью удалитрыны. Да, действительно, иностранцы к нам не приехали. Они не приехали не потому, что в Словат-Юлаве какие-то проблемы существуют, или у них есть какое-то недоверие личное к нашему клубу. Они не доехали по известным всем причинам. По тем же причинам, что люди, которые имеющие контракт, уезжают из страны. Только поэтому. Есть кандидаты, которые готовы приехать, но они не того уровня, который бы нам хотелось. И мы, и наши болельщики знают уровень наших легионеров. Помните, да, там Александр Кадекий назвал. Все тут знают, кто здесь батя. Значит, вот пока мы таких не найдем, наверное, мы не будем размениваться. Если легионер на две головы лучше наших игроков, да, мы его возьмем. Конечно, если к дедлайну появятся кандидаты, которые нас усилят, тогда мы, конечно, закроем эти позиции. Но мы себя готовили, что такие риски будут. К сожалению, эти риски и случились. Вот и в том числе Стремль, да, именно он передал нам через агента сообщение. Оно достаточно, ну, такое хорошее. Просто человек объяснял, почему он не приедет. Я сейчас не могу там говорить, в чем там дело. Но мы его поняли, и он сохранил желание сыграть за нашу команду, если все будет в порядке. Да, Виктор Николаевич, в первую очередь, вы говорили после Кубка Республики, что все-таки усиление требуется, и в атаке мы с удовольствием усилились и в обороне. Как вы будете это закрывать, рассчитывать на молодых ребят? Да, мы пока не найдем тех, кто будет лучше на две головы наших. Да, мы будем использовать потенциал нашей команды. Да, мы будем использовать молодых ребят, которые неплохо проявили себя в прошлом году. Сейчас они должны сделать шаг вперед, шаг наверх. Вот, в принципе, у нас, и как показывают это турниры, да, у нас ребята молодые, они быстро понимают, конкуренция хорошая появляется, да, в виде Егора Сочкова, в виде Бабенко, да, Матвея. То есть, как бы, Гуськов тоже самое неплохо, да, вливается. Поэтому, как бы, за счет хороших молодых, да, мы можем создать хорошую конкуренцию, которая будет подбадривать и заставлять ребят играть лучше. Спасибо. Хочу уточнить технический вопрос. Если в зуме задать вопросы, возможность, если есть, то, пожалуйста, задавайте. Люди есть в онлайн-конференции, но пока, видимо, стесняются. Коллеги, далее в зале, пожалуйста, Артем Кочешев, БСТ. А. Ренат Рашидович, здравствуйте. Вы говорили о том, что в течение недели станет понятно, когда состоится прощание с Родионом. Есть ли какая-то новая информация по этому поводу? Да, мы постоянно на связи и с родителями, и с агентом. Мы думаем, что сегодня вечером у нас будет точная дата, когда Родион к нам вернется. Предполагаемая дата – это воскресенье, понедельник. Я думаю, поддельник – это крайняя дата, когда Родион вернется, и мы уже проведем все мероприятия. Спасибо. Виктор Николаевич, в этом сезоне новые голки про появился в команде. Скажите, как будет делиться время игровое между Вежовым и Самоновым? Есть ли уже такое понимание? И будет ли шанс в регулярном чемпионате у молодых вратарей? Планируем, да, что Самонов будет у нас первым, Илья Ижов будет вторым. И то же самое, да, будем подтягивать Визового. Будем тоже давать ему шанс. Но все, что касается Семена, да, он должен себя лучше показать и проявить себя, выступая за Тарус. То есть вот такая вот ситуация с фартарями. Спасибо. Спасибо большое. Еще раз обращаемся к Зуму. И далее обращаемся к Азамату Шелукову. Пожалуйста, Азамат. Ренат Рашидович, расскажите, пожалуйста, чем в итоге закончилась история с топпингом в толпаре? Будут ли игроки наказаны? Кто-то отстранен? И почему Вы называли случившиеся диверсии? Служили, я не смогу Вам прокомментировать. Я, по-моему, весной говорил на завершающей пресс-конференции о том, что наступит тот момент, когда мы соберем пресс-конференцию и конкретно расскажем. На сегодняшний день решений пока по ребятам никаких нет. Ведется расследование. Вчера только я получил дополнительные запросы от Русада. Сложно что-то прогнозировать, но разговоры, которые мы говорим с коллегами, которые приезжают, я так понимаю, что они понимают и нашу сторону, и наши результаты внутреннего расследования. Наверное, непростое решение им предстоит принять, потому что те аргументы, которые у нас есть, они будут достаточны для того, чтобы сделать выводы о невиновности спортсменов, у которых обнаружился меддоний. Наверное, вот так я скажу. И второй. Опишите, пожалуйста, круг обязанностей Василия Чижова и почему далеко не все сделки, трансферы, переходы комментируются? Круг обязанностей? Да, потому что когда речь идет о трансферах, как правило, и пресса к вам прощается, и вы комментируете. Вот, например, недавно с Аникуем расстались, комментарии не было ни от него, ни от вас, и в итоге общественность не особо понимает, что делает Чижов. Спасибо. Вы представитель общественности? Да. Ну, я вам предоставлю инструкцию об обязанности Чижова. Я думаю, вы будете удовлетворены. Коллеги, далее. Обращаясь к нашим техникам, есть ли кто-то в зуме у нас вообще? Нет людей. Владимир Вакулин. Виктор Николаевич, вопрос по второму центру команды с уходом Кадейкина. Кто займет роль второго центра? На большинстве на том же самом. Понятно, что Хмельевский будет первым, а второй. Были варианты Шарова, насколько я знаю, попробовать в центре? Да, мы согласны с вами. То, что мы Шарова пробовали в центре, но у него лучше получается с края. То есть у нас сейчас получается 4-5 центральных. Пятый это у нас Кузьмин. Кузьмин, Гуськов, Ефремов, Хмельевский и Пименов. И из этой, исходя из ситуации, мы будем больше обращать внимание на сочетание, на взаимосвязь игроков. А номинально, как вы смотрите, кто первым выходит, кто вторым, кто третьим, это не будет показывать тот первый центральный, тот, кто выходит первый на игру. Это будет говорить о том, что эти ребята должны взять на себя ответственность. В определенный момент будут игры, где они должны будут либо сдерживать соперника кто-то, либо кто-то выходить и задавать темп для игры. То есть я вас так сразу предупреждаю, чтобы не было заголовок, что кто-то первый центральный, а тот был первый, выходит четвертым. То есть в этом году у нас будет ровных 4 звена. У нас сейчас не будет Никодейкина, до этого, который был Маннинин тоже. У нас не будет ярко выраженного первого. У нас будет ровные 4 звена, которые должны становиться лидерами, которые каждое должно тянуть свою лямку и делать команду лучше. – Спасибо. Галинат Рашидович, не могу не спросить вопрос о финансировании клуба. Как сейчас обстоят дела с ним? – Добавить нечего к тому, что я уже говорил. Бюджет утвержден. С руководством республики мы разговаривали, да. Есть ответственные лица, мы с ними постоянно на контакте. Пока никаких оснований для того, чтобы тревожиться у нас нет. Нам все, что обещано, сказали, что все это будет, да. – Благодарю. – Хотелось бы все-таки закрыть эту тему с усилениями. Я, во-первых, не понял, сейчас нет совсем никаких вариантов, или все-таки какие-то переговоры есть, но пока нет решения. И почему все-таки всю прошлую осень искали легионеров и не получилось, и сейчас все ли это? – Да почему именно Салавата не получается усилиться в этой сфере? Потому что Сибирь везет, где-то Горгий везет. – Я думаю, вы сформулируете вопрос, что конкретно. – Ну, во-первых, есть ли какие-то сейчас варианты у Салавата по усилению состава? И почему не получается привезти легионера именно в Салавата? То есть другие клубы худо-бедно усилились в Салавату пока никак. – Ну, худо-бедно, абы-кабы – это не к Салавату лаю. Предложение у нас сейчас есть. Сегодня было предложение, мы его рассматриваем. Чтобы вас удовлетворить полностью, чтобы вы в этой части понимали нашу оценку транспортной политики, ту команду, которую мы планировали, исходя из тех иностранцев, которые нам предварительно давали согласие, мы, конечно, не достигли той команды, которую бы хотели. И Виктор Николаевич об этом знает, и мы ему сказали о том, что да, вот есть состав сейчас, 99%, которые российские игроки, вот с ним нужно выполнять те задачи, которые мы ставим перед ним. Как только будет усиление предложения до дедлайна, мы закроем эти позиции. Если их не будет, мы закрывать не будем. Если вы говорите, что только у Салавату лаева не получается, ну, не думаю, что у всех получается. Все удовлетворены теми иностранцами, которые есть. Кто-то из иностранцев… Ну, ладно, это другой вопрос. Ну и второй вопрос. Вам же, болельщики соскучились по предсезонному празднику традиционному. Почему сейчас ни ковида, ничего? Почему в этом году в плане на август нет никаких мероприятий? Не презентуйте команду, форму? Это было наше решение. Мы обсуждали эту тему. Я бы сказал свою точку зрения, что неудачный прошлый сезон мне хотелось завершить и все торжественные мероприятия делать на фоне уже успехов команды на следующий год. Вот все. Просто, другими словами, надо для этих праздников иметь соответствующее настроение. У нас сейчас рабочие будни, у нас и фактически опуска не было, потому что ситуация с формированием команды, это не как до известных событий, когда нам постоянно все звонили, было куча иностранцев и хорошего качества, нам приходилось выбирать кого-то из них. Теперь приходится работать, конкурировать с клубами, занимать время на организацию. Если уж делать мероприятие, то уже делать. Они так тоже в этом году предлагали, там день болельщика, как в том году мы были, на Кашкадане. Но я посчитал, что, наверное, не время. Артем Кочешев, БСТ. Виктор Николаевич, поделитесь планами на предстоящий пресс-сезон турнир в Омске. Изменится ли то сочетание игроков по сравнению с фенским турниром? Появятся ли новые какие-то игроки, которых в Торос, может быть, отпускали? Да, мы забираем из Тороса четверых ребят. Это Манин, Скориков, Газимов, Кадеров, которые завтра играют товарищеский матч, потом переезжают к нам, и мы улетаем вместе в Омск. То есть в Омске практически у нас будет шесть пятерок, за исключением одного игрока. И так как у нас расписание, мы играем с Нижнекамском, потом через день, пауза, и потом у нас три дня, три игры. Да, извиняюсь, Борис, Нижнекамск, Ярослав, Олеомск. То есть первое в час, в 12 по-нашему, потом у нас в 19.30, на следующий день в 15, и потом в 19.30 тоже. Вот это вот 19.30 и на следующий день в 15, это как бы тяжело и напряженно. Поэтому нагрузку я хочу распланировать нормированно, да, то, чтобы все поиграли, да, и две-три игры, чтобы ребята сыграли. И опять же, из этого будут исходить и сочетания, и какие пятерки будут выходить. Спасибо. Коллеги, у Максима Иванова из «Бизнес онлайн», он на задних рядах сидит, есть вопрос. Пожалуйста, Максим. Здравствуйте. Рената Рашидовича Первый. Много уже сегодня было сказано о трансферах, и в целом вот в медиа это муссируется. И вот как вы в целом воспринимаете эту критику экспертов касательно трансферной политики Салавата? Например, в этом межсезоне вас очень, скажем, облюбил олимпийский чемпион Александр Кожевников, который там чуть ли каждую неделю выдает разные фразы касательно Салавата. И вот как вы к критике относитесь? Нисходительно раздражает она вас? Может, просто игнорируете ее? Да, я отношусь к критике положительно. Плюс в чем всех специалистов, в том числе и Александра Викторовича. Порой они говорят то, в чем мы сами себе боимся признаться. Так что будем дальше слушать их. Продолжение темы. То есть много, опять же, было задано вопросов о легионерах. Борался ли Салават за кого-то из, скажем, топовых, дорогих россиян? Тот же Гуськов недавно в Уфе поиграл. Ну, скажем, был свободен и еще некоторые кандидатуры. То есть ввел ли за них Салават борьбу или же… Гусьевы хотели рассказать? Да, Гусьевы. Извиняюсь. Ну, агенты знали о наших интересах, да, действительно. Но мы понимали, как они решение принимали. И многие из тех ребят, которым мы делали предложение, было такое. Если в Москве не получится, то тогда придем к вам. Поэтому для них это было важно. Никто никогда не говорил, что… Никто не отказывался сразу же. Там по МИТУ нам говорили, что проблемы с финансированием были, кто-то там будет вспоминать. Нет, такого не было. Все понимали ситуацию. И я вот еще раз скажу, что тех игроков, которые мы уже наметили, из российских, мы их 100% подписали. Это то, что без чего нам было бы трудно в следующем сезоне. Это те, кто могут игру взять на себя, тащить вперед команду, которые будут полностью отдаваться тем целям, которые мы ставим. И мы видели игру этих игроков и понимали, что этих ребят не нужно дополнительно как-то мотивировать. И вам, Ренат Решевич, наверное, Виктору Николаевичу можете раскрыть и объяснить, почему вот, скажем, очень резко команда рассталась с Степаном Санниковым. В чем причина? Да, было это очень сложное решение, не в нашей практике, но мы понимали уже, сколько у нас игроков, понимали, что нам придется с кем-то расстаться для того, чтобы дать возможность поиграть тем игрокам, которые будут сформировать будущие команды. Коллеги, далее есть ли вопросы еще у вас в зале? У Азамата Шелукова в первом ряду есть вопросы. Можно микрофон, пожалуйста, передать? Спасибо большое. Азамата. Ренат Решевич, в одном из интервью Илья Ежов допустил, что этот сезон будет для него последним. Это первое. Второе. У вас достаточно возрастная линия обороны. Соответственно, по-хорошему у вас должен быть план на ближайшие 2-3 года по вратарям, по защитникам, как постепенно обновлять эти линии, чтобы не оказаться через 2-3 года в очень непростой ситуации, когда никого нет. Какая тут стратегия? Что вам известно о решении Ежова? Стратегия, да, у нас стратегией занимается Василий Анатольевич Чижов. Он ее стройно выстроил, в том числе и вратарьской линии, и защитной линии. Я даже скажу так, что, может быть, по защитникам у нас был план в этом году включить в состав, возможно, большее количество молодых игроков. Но, опять же, я сошлюсь на неудачный прошлый сезон. Мы не смогли это сделать. Поэтому у нас опытная и возрастная, может быть, команда в части защитной линии. Но мы думаем, что она будет для нас при молодой атаке, что называется, то, что надо. И если бы мы в том году прошли первый раунд или второй, то я думаю, что у нас было бы моральное право, и никто бы нас не укорял, если бы мы значительно обновили защитную линию. Поэтому нам крайне важно выступить хорошо в этом сезоне. И если вы думаете, спрашиваете, есть ли у нас защитники молодые, которые могут влиться в нашу команду, их достаточное количество хороших молодых игроков. И Кадыров, в том числе Газимов, Варлов, Комаров. И в толпаре есть пару игроков, которые, может быть, уже на следующий год готовы будут зайти в главную команду. Виктор Николаевич, этой темы мы уже касались на Кубке РБ. Хотелось бы чуть детальнее о том, как изменится общий подход и философия игры Салавата в новом сезоне. Вы в прошлый раз сказали, что примерно все останется, как было. Но все-таки, что нужно было убрать из прошлого сезона, и что добавится в этом? Может быть, вы станете где-то жестче, где-то будет больше прессинга на общем уровне. Спасибо. Тенденции современного хоккея, да, это как можно быстрее лишить соперника пространства и времени. То есть это подразумевает хороший прессинг. В то же самое время, да, это, опять же, средняя зона. Это не совсем откат такой, какой у нас был раньше. Это уже немножечко среднюю зону поменяли. Зона обороны. Правила в обороне, да, всегда должно быть все четко, все надежно. И контроль шайбы. Имея хороший потенциал в атаке быстрых нападающих, мы должны использовать их скорость. Хорошие переходы из обороны в атаку. Контроль шайбы в зоне атаки. Использовать всю зону атаки с подключением защитников. И опять же повторюсь, имея быстрых нападающих, мы должны агрессивнее играть в прессинг. Виктор Николаевич, насколько велики шансы у Бабенко начать сезон в Салавате? Мы видели его на Кубке Республики, достаточно неплохое впечатление он составил. Шайбу забил, вот насколько велики? Я думаю, что у него шансы велики. Согласен. Исходя из того, что парень первый раз играет с мужиками, со взрослой командой. То, что мне нравится, то, что он не уходит в тень, не прячется. Играет, берет шайбу на себя, борется. То есть все остальное для него сейчас пока это все быстро. Для него он уже борется с другими защитниками. Его другие нападающие догоняют. То есть пройдет время, он адаптируется к скоростям, к нагрузкам, адаптируется к нашим требованиям. В принципе, у него неплохой потенциал. Спасибо. Виктор Николаевич, многие игроки говорили, что довольно серьезные нагрузки сейчас, очень интенсивные тренировки. Означает ли это, что из прошлого сезона вы сделали вывод, что в плей-оффе в первую очередь не хватило физики, движения? И именно на этом акцент сейчас делаете? Ну, предсезонную подготовку, да, это, в принципе, не исходило из-за плей-офф, да, то, что мы сейчас. В принципе, сейчас фундамент, да, закладывается на весь сезон. Но сейчас мы пытаемся донести до ребят, да, какие будут требования, как нужно работать, на каких скоростях нужно будет работать, что нужно будет преодолевать, через какую боль нужно будет приходить во время сезона, потому что сезон будет длинный. Исходя из расписаний, где у нас в поездке в четыре игры возвращаемся домой, через день у нас игры, то есть у нас ожидает тяжелое расписание тоже с переездами, часовыми поясами. В принципе, это как все команды в КХЛ в этом году с этим столкнутся. И исходя из этого, да, мы поменяли тренировочный процесс. Исходя из личного опыта, мы добавили там определенные велосипеды, штанги, да, поменяли немножечко тренировки на льду, чтобы больше было объема, чтобы ребята выдерживали нагрузки, хорошо переваривали, но при том же держали скорость игры. То есть из этого, да, и была вот эта, внесена небольшая корректировка. Ренат Рашидович, я хотел уточнить момент по ситуации с Русадой. Есть ли какой-то регламент, какие-то сроки по принятию решения? Потому что сезон вот-вот начнется, а ребята в подвешенном состоянии. То есть можно ли ожидать, что в определенный период все-таки будет принято решение Русадой? Учитывая отсутствие опыта взаимоотношений с Русадой в предыдущие периоды, я не могу это прогнозировать. То есть нет конкретного регламента, когда они должны принять решение? У меня нет опыта таких ответов, сказать вам. Коллеги, есть ли еще у вас вопросы? Да, пожалуйста, может быть еще раз к Zoom обратимся. Насколько мне сказали, все перешли в YouTube и просто наблюдают за тем, как вы задаете вопросы. Есть ли вопросы в Zoom? Если вопросов в Zoom нет, продолжаем из зала. Гринат Рашидович, как вы решаете, какой финансовый запрос за игрока избыточен? В каких ситуациях вы все-таки готовы потратиться? Как мы решаем? Да, как вы решаете, что условно там 80 за кого-то это перебор, а 80 за кого-то это нормально? Сложно сказать. Мне кажется, многие вещи очевидны. Не думаю, что у других клубов тоже есть какие-то. У каждого клуба свои задачи. Кто-то хочет прямо именно закрыть регионерскую позицию. Да, вот недавно действительно мы от одного игрока отказались, другой клуб у нас ежедневно взял. Мы посчитали, что эта цена как бы неадекватна к качеству. Посмотрим в итоге, кто будет прав. Не знаю, у меня четкого ответа на ваш вопроса нет. Это много позиций. Сейчас, в последний месяц, курс доллара тоже стал являться основным таким аргументом со слов агентов, когда они предлагают игроков, на наш взгляд, завышенные. То есть в эту цену включаются риски кредитно-денежной политики, проводимые в Российской Федерации. У меня нет ответов. Но вопрос касался не только легионеров. Всем известно, что очень скоро после подписания того или иного игрока информация о боевом окладе появляется в СМИ. Люди читают, видят, что, например, Салават взял Шарова за 65. И кто-то думает, что это дикий перебор, потому что человек провел только один сезон на топ-уровне. Вот на это что-то у вас есть какой-то комментарий для людей, которые не понимают, что много за игрока, что немного за игрока? И опять же, были ли какие-то случаи, где вы решили, что ладно, мы все-таки заплатим чуть больше, но получим этого необязательного легионера? Не знаю. Мне кажется, вам лучше обратиться с этим вопросом к Александру Викторовичу. Наверное, он знает. Виктор Николаевич, не было Лалыкина, Шаров играл Крайнего, но все-таки Гуськов довольно скоро получил место второго центра. Много большинства. Это в какой-то степени аванс, либо вы действительно очень высоко оцениваете его перспективы. И в целом обрисуйте, пожалуйста, сильные стороны этого нападающего. Это была проверка. Матвей, в принципе, по своему возрасту он считался одним из лучших центральных нападающих. И поэтому, когда он сюда пришел, я решил его проверить. Он играл в большинстве и в меньшинстве. И это мне кажется нормально, когда приходят новые игроки, они должны на всех посмотреть в разных ситуациях. Много для него игрового времени, к примеру, для любого. Малоигрового. Где он играет лучше в большинстве? Подворотами, на полборта. То есть, в нашей ситуации, да, мы сейчас рассматриваем всех. То же самое сейчас Лала выйдет, мы то же самое будем Лалу смотреть. Как он обратно, где он лучше играет. Хотя в прошлом году у него неплохо получалось на полборта. Я, правило, Лыкина немножечко в сторону отошел. Все, что касается Матвея Гуськова, мобильный, динамичный центральный нападающий. Хорошо играет на сбрасывании. Имеет хороший бросок, который бы хотелось бы, чтобы он использовал больше. Вот. Держит борьбу, не тушуется. Возраст тоже хороший. То есть, сейчас все в его руках, как он будет развиваться, как он будет прогрессировать. У него будет шанс. В продолжение хотелось бы спросить. Были вот на этих матчах игроки, которые не оправдали, скажем так, ожидание проверку, пока не прошли? А, это вопрос. Были ли такие? Да, да, да. На турнире? Да, да. Ну, вот все матчи. Контрольный матч, турнир. Хорошо вы победители турнира, да? Кто-то там это, кто-то не устроил. Ну, ладно. Нет, как бы, ребята, для меня сейчас показатель тяжело. Сейчас и несправедливо будет какие-то делать выводы, потому что они сейчас все под нагрузками. Они все под нагрузками, плюс летний хоккей. Летний хоккей в смысле качество льда, да. То, что мы игры так часто играем, это тоже все сказывается. Кто-то привык к таким нагрузкам, кто-то первый раз так вообще тренируется летом. Кто-то вообще первый раз с мужиками начал играть в хоккей. То есть, объективно сказать, что меня кто-то разочаровал, я так не могу. Я смотрю отношения ребят, я вижу, что нет равнодушных. И я вижу, что все выходят на матч, и все, что есть, они отдают. Я вижу, что после некоторых периодов, да, движение падает. Я вижу, что, как бы, да, ребятам тяжело. Но они все равно стараются, они работают. Они верят, что, я надеюсь, они верят, что они сейчас работают, это принесет плоды попозже в сезон. И то, что мне нравится, то, что они терпят, то, что они работают. Я вот на этом лучше делал акцент сейчас, нежели там кто-то там не оправдал мои ожидания. Ну и, как бы, еще в продолжение. Ну, в прошлом сезоне, вот, решающих матчах, особенно показалось, что не хватило вот лидеров, которые бы брали на себя игру, лезли бы обыгрывать, как бы ответственность на себя брали. Ну, кроме, наверное, Хмельевского. Вот сейчас в составе все-таки больше таких ребят обновленных слов? Мы сейчас делаем все для того, чтобы их было больше. Тренировочным процессом, опять же, вот это, кто первым выходит, индивидуальные разговоры. Больше требуем с ребятами. Потому что сейчас, если не они, то никто. И они должны понимать, что они должны решать вопросы. И придут иностранцы, не придут иностранцы, мы не владеем этой ситуацией. Но мы владеем то, что у нас есть вот команда, и они должны брать на себя эту роль лидера. Потому что хватит уже сидеть и ждать, что кто-то решит. Каждый должен выходить и решать. Без разницы, сколько те лет. И Бабенко, и Кулемин. И все, кто посередине между ними, они все должны выходить, да и приносить пользу команде. Ренат Рашидович, какими критериями руководствовались при заключении контракта с Герчуком? У него, конечно, небольшой опыт выступления в КХЛ, но, тем не менее, он уже показал, что бросок у него есть, берет игру на себя в каких-то моментах. Ну, критерий у него прекрасная статистика была в КХЛ. Мы на него еще раньше внимания обращали. И когда поступило предложение, мы общались с тренерским штабом Тароса. Вот они его очень отмечали. И Владимир Владимирович Потапов, тренер Толпара, он его хорошо знал. Он сразу сказал, что это игрок уровня КХЛ. И мы посмотрели, посоветовались, показали Виктору Николаевичу. Да, решили, тренерский штаб решил дать ему шанс. Дальше уже дело за тренерским штабом. Ну и продолжение вопроса, Виктор Николаевич. Как о Герчук, первое впечатление по нему? Что, забивает? Ну, у него есть чутишка. У него есть чутишка. Синовички забили голы. То есть селекция удачная? Хорошо. Вопрос, где трансфер исчерпан. Следующий вопрос. Есть ли вообще вопросы, остались? Давайте, Артем, у вас тоже был вопрос. Виктор Николаевич, вы говорили, что защитники будут подключаться в атаке. Между тем, в составе нет Мухаммадульна, нет людей типа Ларсна, которые привыкли, скажем так, к этим ролям. Соответственно, изменится у кого-то функционал? Вы имеете функционал в смысле? Ну, первый пас, разгонять атаку, выходить вперед. Когольдов, конечно, иногда, например, это делает. У Наумикова что-то такое. Не, ну вот в вашем понятии выходить вперед. Когда защитник тащит, а все нападающие стоят и смотрят, мы в такой хоккей не играем. Никто не должен стоять и смотреть. Я примерно про Ларсна, вот что-то подобное. Ну, Филипп это был, вот он такой был, да. Муха, но Шакир был вот такой вот игрок. Поэтому, как бы, поэтому Шакир сейчас и ждет своего шанса в НХЛ. Потому что он хорошо играл в атаке. Он хорошо чувствовал, да. У нас сейчас такие защитники, которые могут поддержать атаку. Мы хотим просто сейчас чуть-чуть, чтобы они больше были увлечены в игру в зоне атаки. Ну, это такая небольшая у нас хитрость. Я же вам сейчас не буду рассказывать, чего мы от них требуем. Спасибо за инсайт. Ренат Рашидович, по поводу Агиделя, планируется ли какая-то работа по популяризации этой команды и женского хоккея вообще? Потому что они женскую лигу разрывают. Но горожане не сказать, что сильно с ними знакомы. Да, я думаю, что подготовка к этому уже идет. Мы в том году очень много сделали, в том числе по ведению матча. И финальный матч показал, что интересы к женскому хоккею есть. Я думаю, что в этом году мы предпринимем усилия, когда трибуны будут намного больше, чем в предыдущих годах. Вообще много, что сделали в том году, даже из мелочей. Команда это хорошо воспринимает. Там такая благодатная почва для того, чтобы вкладывать в них деньги. И информационно они сами очень много делают девчонки для продвижения своих соцсетей. И вообще чемпионство удалось не так, чтобы разрывали, так и через работу. И в этом году у них тоже новая предсезонка. Не так много новых игроков. Но молодые девчонки, которых мы взяли в 14-15-летнем возрасте, я думаю, будут новыми лидерами в этой команде. И хотим повторить этот результат. И это уже касается и толпара. Буквально вчера мы тоже собирались. И именно задача по привлечению болельщиков, изменение структуры, не структуры, а метода привлечения болельщиков, тоже рассматривалась. И скоро он будет утвержден. Ну, про разрывать я скорее на исторической дистанции имел в виду. Продолжение этой темы. В целом, в общих словах, какие есть планы по развитию около хоккея у Салавата? Возможно, какие-то новые шоу на Ютьюбе? Больше какого-то мерча, больше каких-то мероприятий? И будет ли привлекаться неиграющая составка, автограф-сессиям, время игр? В творчестве сегодня такого не было. Спасибо. Не знаю. Мне сегодня конкретно неохота об этом говорить. Вот около хоккейного, что-то праздничного и так далее. Что-то будет, да. У нас всегда был, может быть, не самый выдающийся, но будет что-нибудь интересное придумаем своевременно, то и будем делать. У нас не худшие и соцсети, и освещение, работы клуба, и работы с болельщиками. Скоро у меня тоже, наверное, в перетезон будет встреча с болельщиками. Ничего такого религиозного, мы не думаем, что что-то придумаем, но будет нормально. Пока таких жалоб не было, чтобы там не столько по лету, что мы не проводили, да, это я объяснил, почему. Ну, вот про встречу с болельщиками вы уже сказали, я как раз хотел спросить. Тогда у меня другой вопрос по толпару. Сейчас большинство клубов заводят туда уже активно 2007 год, очень много 2006 играет. У нас пока 2007 года, вот я летом одного Петренко один раз видел, и все. Есть ли планы более активно заводить младших ребят? Ну, у нас все своевременно. У нас два человека 2007 года сейчас там участвуют. Но есть ребята и 5-го года у нас, и 6-го хорошая плеяда. У нас нет такой цели, что 7-й год побольше. Если команда какая-то другая заводит побольше 7-й год, видимо, у них было не так много талантливых парней 2005-го года, 2004-го и 2006-го. Наверное, так можно объяснить. Команды же ограничено количество заявки. Поэтому я думаю, что это не говорит о плохой работе клуба. У нас 7-й год хороший. Там ряд парней, которые на следующий год точно будут толпаре. Есть хороший год, и 8-й год хороший тоже. Пока все постепенно. Для нас это не является критерием плохой работы школы. Все лаконично, постепенно. А для чего брали на просмотр приезжих ребят 4-го года, которые последний год в МХЛ выступают, которые все равно через год покинут? И, по сути, они вот лето провели в команде, все матчи вместо, может быть, кого-то посмотреть из своих. Это решение тренингского штаба было. Они посчитали, что этим ребятам надо дать шансы, если они увидят в них большой потенциал для главной команды. Вы имеете в толпаре, да? Да. Который, да. Насколько я знаю, там уже выводы по ним сделаны. Сейчас идет последняя игра, товарищи такая. После этого, наверное, какие-то решения будут приниматься. Если есть какой-то игрок, который имеет потенциал у нашего главного тренера, всегда есть право нам предложить это. А по тем ребятам, которые вы имеете в виду, кому-то дать шанс, нет ни одного, кому бы мы шанс не дали. Если бы там была действительно большая очередь, конечно бы мы сосредоточились на наших игроках, чем мы и занимаемся. Вертикаль работает, вертикаль достаточно эффективно работает, и мы это видим. Если можно еще, Виктор Николаевич, спрошу. Все равно вопрос уже был, наверное, остался. Виктор Николаевич, хотелось бы, по легионерам поят, по усилению. Вот сейчас из россиян, таких достаточно считающихся сильными, на рынке есть про Хоркин. Игрок вроде него бы вам пригодился в команде? Мы рассматриваем его как вариант для усиления, но это такой процесс, да. То есть, Николай просто в прошлом году ситуация была, то есть он практически весь сезон не играл. То есть в каком он сейчас физическом состоянии, как он, что он, да. То есть это много вопросов. Коллеги, мы завершаем нашу пресс-конференцию. Но у Максима Иванова давайте дадим ему слово. Пожалуйста, Максим, вас просто не видно сзади. Да, Ренат Рашидович еще. Вы говорили, скажем, анонсировали создание скаутского отдела. И можете так много раскрыть вообще, что он в себя включать будет и вообще, когда, скажем, будет его открытие? Нет, ну, когда я говорил, что скаутский отдел, это больше относится к школе, толпару. Мы систематизировали ту работу, которую раньше проводили. И сейчас готовим соответствующий программный продукт для того, чтобы получать аналитические материалы, на основании которых мы можем принимать правильные решения, страховались бы от рисков. Он в меньшей степени относится к главной команде. Это подготовка резерва для главной команды. Вот скаутский отдел, да. Виктор Николаевич, один вопрос. Второй ваш, скажем, сезон в качестве главного тренера Салата Уваева. Вот насколько вы внутренне для себя ощущаете, насколько вы поменялись, скажем, за прошедший год, как условно год назад вы давали пресс-конференцию, и сейчас на профессиональном плане, личном? Ну, как я давал пресс-конференции, это вам, скорее всего, нужно делать выводы. А для меня в прошлом году я получил очень большой опыт. Вот. И были хорошие игры, да, хорошие воспоминания, но все как бы закончилось не так, как планировалось, и так, как хотелось бы. И в это в определенной степени, да, послужило небольшой корректировке внутри меня, да, то, что я должен поменять чуть-чуть и к себе, и к ребятам, да. Немножечко, ну, не немножечко, да, нужно быть требовательнее, как к себе, так и к ребятам. Больше спрашивать как к себе, так и с них, с команды, чтобы добиться лучших результатов. Давайте последний вопрос, Алексей Горюнов, и завершаем нашу пресс-конференцию. Вопрос все-таки по одному легионеру задам, потому что его агент в публичном пространстве уже Салавату как бы публично предлагал, после того, как сорвался с Трёмвале, он про Пулкина говорил, что Салавату мы его предлагаем, как Салават к этой кандидатуре относится. Ну, контракта с ним нет, поэтому так и относимся. Насколько мы знаем, он будет в другой команде, но не у нас. Коллеги, спасибо большое. Это была предсезонная пресс-конференция хоккейного клуба «Салават Илаев». Увидимся в новом сезоннике «Хэлл». До свидания, до встречи. Спасибо всем. До свидания. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok